Наша встреча с директором театра кукол Тамарой Павлюкович начинается, как и положено, в фойе нового здания. Масштабные колонны в сочетании с блестящей плиткой, выложенной в форме различных геометрических фигур, делают пространство достаточно объемным и при этом необычным. Большие свисающие вниз лампы дополняют интерьер, несмотря на всю масштабность, придают помещению некоторую легкость. Со временем эта площадка будет не только встречать гостей, но и использоваться для проведения мероприятий. Находимся мы в фойе большого зрительного зала и сегодня я уже получаю массу предложений. Даже вот сегодня, когда я ехала сюда, Тамара Ивановна, у вас такой зал, давайте мы будем проводить балы. Естественно, что мы будем проводить и балы и для больших, и для маленьких наших зрителей, наших посетителей. И кроме балов мы планируем еще массу других мероприятий. Возведение театра кукол – крупная строительная площадка города. Да, не всегда было просто, но сама цель – создать уникальное и при этом многофункциональное здание – важнее. Объект создавался в новом формате, а потому приходилось изучать опыт строительства подобных сооружений не только Беларуси, но и других стран, чтобы в итоге получился тот вариант, который бы и соответствовал требованиям времени и устраивал с точки зрения финансовых затрат. В итоге на площади порядка 10 тысяч квадратных метров, кроме помещений для актеров и специалистов обслуживающего сектора, появятся собственные мастерские – ателье по пошиву костюмов, музей, детские студии, заработает хореографический зал, кафе. Все это станет еще одним подарком горожанам к тысячелетию Бреста. У нас много красивых помещений, и хочу подчеркнуть, что практически, ну, за исключением какой-то аппаратуры, все сделано из белорусских, таких наших отечественных материалов, но мы будем, конечно же, стремиться к тому, чтобы здесь было уютно, здесь было наполнено, здесь было светло, и чтобы сюда стремились и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Мы думаем над всякими разными интересными проектами, внесли предложения по изменению назначений помещений. Например, у нас будет не спортивный зал, а зал хореографии, очень красивый зал, я думаю, что понравится нашим будущим воспитанникам. У нас мы планируем либо музыкальный театр, либо вокальную студию, театральную студию, и за студию. Сегодня коллектив постепенно готовится к переезду в новое здание. Имея теперь такую базу, и актерам, и режиссерам хочется творить, хочется пробовать что-то новое. Конечно, всех задумок и планов театральная труппа пока не раскрывает, но об одной новинке все же речь уже идет. В планах освоить бэби-театр. Вот у нас в Бресте еще не раскрыта тема детского театра. Театр от нуля до трех лет, когда мама находится в декрете, у них дети маленькие. Мне кажется, это могло бы пользоваться популярностью. Это называется театр-бэби-театр. Или на подушках. Мы хотели бы что-то придумать, сделать именно для этих деток. Тем более, что помещений очень много, они интересные. Мы хотели бы в этой стиле как-то развиваться. И не только эта новинка приятно удивит посетителей. Сегодня рассматриваются варианты по закупке регулирующихся кресел-трансформеров «Большой зал», что сделает просмотр спектакля одинаково комфортным и детям, и взрослым. А что откроет сезон в новом формате, пока решается. Однако ясно одно – свой новый этап в новом здании театр начнет в новом формате.